Всем привет! Меня зовут Фёдор Прошкин, и это наш спортивно-исторический сериал «Как это было». Давайте вместе отправимся в прошлое и вспомним самые яркие страницы нашей спортивной летописи. Один год множества разнообразных событий, историй и героев. Славные победы и обидные поражения, знаковые моменты с нотками ностальгии и, самое главное, люди. Нас ждет 1994 год. Как это было? Лилихаммер 1994. Впервые на Олимпиаду едет самостоятельная белорусская команда. Егор Шаласовский и Виталий Шаласовский. Хочется извиниться за то, что не смог лучше, а то и поблагодарить всех, кто за меня болел, переживал. Первые официальные матчи сборной Беларуси по футболу. Хочется всегда войти в историю, чтобы одержать первую победу, поэтому цель была одна. Допинговое дело Валентина Белькевича. Я не мог такого сделать. Это человек, который за каждую таблетку будет смотреть. Иван Иванков – абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике. Баскетбольная молодежка выигрывает чемпионат Европы. Все, что мы делали тогда в 90-х, мы просто выполняли свою работу. Мы играем. В феврале 1994 года небольшая белорусская делегация из 33 спортсменов отправляется в крохотный норвежский городок Лилихаммер, который готовится принять зимнюю Олимпиаду. Впервые в истории Беларусь представлена на Олимпийских играх самостоятельной командой. Дебют на Олимпийских играх суверенного белорусского спорта получился невероятно драматичным и вместе с тем вызвал бурю эмоций у спортсменов. 13 февраля 1994 года соревновательную программу в Лилихаммере открывали лыжные гонки. Однако основные надежды нашей команды были связаны с фристайлом, конькобежным спортом и биатлоном. В Лилихаммере в число олимпийских дисциплин была впервые включена так любимая нами лыжная акробатика. Однако в этой дисциплине единственный раз в истории белорусская команда осталась без медалей. Несмотря на хорошие перспективы по итогам предварительных соревнований. Алексей Порфенков прошел квалификацию с первой суммой баллов, однако перегорел в финальном раунде. Падение отбросило нашего атлета на 12-ю позицию в итоговом протоколе. Схожая участь постигла и Юлию Ракович. Казалось, что фатально не везет и биатлонистам. Александр Попов финишировал на четвертой позиции в индивидуальной гонке. Плюс с деревянной медалью остался мужской квартет в эстафете. Тем не менее, лидер женской команды Светлана Парамыгина 23 февраля сумела выиграть серебро в спринте, уступив чуть более одной секунды канатке Мириам Бедар. А первую олимпийскую медаль для суверенной Беларуси несколькими днями ранее завоевал прославленный коньковежец-спринтер Игорь Железовский. Шестикратный чемпион мира целенаправленно подводился к своей излюбленной дистанции в тысячу метров, понимая, что белая олимпиада в Лилихамере – последний шанс взять олимпийское золото. С этой целью он уступил право быть знаменосцем – сборной Беларуси олимпийскому чемпиону Альбервилля биатлонисту Евгению Редькину и сосредоточился исключительно на соревнованиях, не скрывая серьезности амбиций даже перед иностранными журналистами. Неудачная жеребьевка, в связи с которой пришлось открывать забеги на тысячу метров, казалось бы, не повлияла на итоговый результат Игоря Железовского. Аршанец финишировал с олимпийским рекордом. Устроение, самочувствие, все было хорошее, даже слишком хорошее. Правда, в процессе бегом чувствовался хуже значительно, почему-то было очень тяжело, как никогда, особенно в конце дистанции. Однако затем весь мир поразил американец Дэн Дженсен, который, ориентируясь на время Железовского, обновил рекорд Олимпийских игр и обошел нашего спортсмена на 29 сотых секунды, буквально вырвав титул олимпийского чемпиона из рук ошарашенного белоруса. Расстроился не очень сильно, но все же, конечно, радости такой особой нет. Хотелось бы выиграть, конечно. Ну, что сделать? Тогда этот результат общественность восприняла равнодушно. Эти доли секунды, разделившие американского и белорусского конькобежцев, можно объяснять чем угодно. Удачей или роком, но серебряная медаль Игоря Железовского была и остается. Выдающимся достижением великого конькобежца, который в очередной раз подтвердил свой высокий уровень. Мог бы сложиться этот день и по-другому, но, в общем-то, я сделал все правильно с точки зрения подхода к этим стартам, подготовке, заключительной части, самого процесса соревнований. Поэтому претензий к себе нет, хотя, конечно, при определенных ситуациях другая жеребьевка. Выступая я после Дженсона, мог быть и другой результат. Мог и у Дженсона, если бы он бежал на 10 минут раньше, получиться бег по-другому. Сбой там, еще что-то. Все, вот мы находимся под... Как повезет. В целом, результаты дебютных Олимпийских игр для юной белорусской команды оценивались положительно. Выступление национальной команды Республики на Олимпийских игр вполне успешное. Впервые, участвуя в Олимпийских играх, мы обошли такие страны, как Япония, Китай, Франция, Голландия. Но это говорит о том, что у нас есть потенциальная возможность совершенствовать развитие видов спорта. Не забываем и о том, что игры в Левихамере подарили Беларуси бесценный опыт, который сформировал базис для последующих Олимпийских успехов наших спортсменов. Нашему спорту 1994 год подарил несколько ярких индивидуальных достижений, которые не должны теряться в общем потоке событий. Белорусы играют на чемпионате мира по футболу, ставят рекорды в тяжелой атлетике, а также добиваются успеха в гребле на байдарках и каное. На чемпионате мира в Париже белорусская грация Лариса Лукьяненко подтверждает статус одной из сильнейших гимнасток планеты. К этому моменту 21-летняя спортсменка двукратная чемпионка мира, а также обладательница бронзы мирового первенства в многоборье. Пропустив из-за травмы предыдущий чемпионат мира, Лариса Лукьяненко блистательно возвращается в 1994-м. Она берет золото в упражнениях с обручем, а также делит серебряную награду в многоборье с россиянкой Аминой Зариповой. В Стамбуле очередное выдающееся достижение фиксирует прославленный белорусский тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион Александр Курлович. В супертяжелой весовой категории он в яркой борьбе с россиянином Андреем Чемеркиным устанавливает сразу два мировых рекорда. 205 килограммов в рывке и 457,5 килограммов в сумме, что позволяет Гродненцу добыть четвертый титул чемпиона мира. Если Виталий Щерба быстро всех приучил к своим успехам и они воспринимались как должные, то 19-летний гимнаст Иван Иванков в Австралии становится чемпионом мира в многоборье неожиданно для многих. Первая реакция общественности. Без фарта не обошлось. Тем не менее, несколько месяцев спустя в Праге абсолютный чемпион мира с солидным запасом выигрывает и чемпионат Европы в многоборье. Теперь в сборной Беларуси два гимнаста мирового класса. На протяжении нескольких лет в сборной Беларуси играют только товарищеские матчи, но в 1994 году все меняется. Команда стартует в отборочной кампании к Евро-96. В сборной Беларуси предстоит сыграть первый товарищеский матч в Осло на стадионе Улливол 7 сентября против Норвегии. В квалификации к Евро-96 сборная Беларуси угодила в группу 5, где помимо аутсайдеров Люксембурга и Мальты в соперниках значились норвежцы, чехи и голландцы. Стартовать пришлось первым в истории сборной отборочном цикле выездным матчем против мощной Норвегии, которая летом играла на чемпионате мира в США. На тот момент норвежцы представляли элиту европейского футбола, потому что они регулярно представляли честь своей страны. Плюс мы приехали в необычную, скажем так, обстановку, отличающуюся от того, что мы видели в Беларуси и в России. Вот сам антураж матча такой был, и естественно, волнение было определенное. С норвежцами, конечно, запомнилось, все-таки там был более такой силовой, мощный футбол, и мы им не уступали. То есть мы были все равно потехничнее. Да, в футбол играли другой. К этому отборочному турниру национальную команду готовил Сергей Боровский. В прошлом легендарный футболист «Динамо», экс-игрок сборной Советского Союза и тренер, который не стеснялся новых идей. Сергей Владимирович новатор, он какие-то новые веяния футбола вливал. Мы, значит, плохо впитывали. У него в комнате был разбор какой-то, и окна выходили на проспект прямо. Лето, жарко, окна открыты. Сергей Владимирович монотонно объясняет футболистам, что, как, куда бежать. Кресла удобные, ну и один футболист тихонечко закрепил. И работа Сергея Владимировича, она резко контрастировалась с теми тренерами, которыми я, допустим, на Украине встречался, в России. Вот. И поэтому мне очень было интересно все эти новые введения, и как они работают. Уровень сборной – это не только знание, это еще и чувствишка должно быть, и опыт, а, конечно, опыт, опыт. Игр таких. Первая игра показала, что, да, мы изучили соперника, мы знали, как он играет, все вроде перекрыли, но тонкости тоже определенные есть. Дополнительной головной болью для нашей команды перед матчем в Осло стало отсутствие ведущих игроков в центре поля. Валентин Белькевич был дисквалифицирован, а Мирослав Ромащенко травмировался в игре за Уралмаш. Исходя из этого, Сергей Боровский не скрывал, что упор будет сделан на оборону, а Андрей Загмонтович и Александр Метлицкий получили персональные задания – держать капитана норвежца Фьортовта и громадного флу. Там уже был современный футбол, и зоны, и страховка, и так далее. То есть были уже такие вещи. Поэтому непростая была игра. Несмотря на колоссальное давление норвежцев, сборная Беларуси на протяжении игры качественно оборонялась. Антонович не сумел реализовать, по сути, единственный момент. А в самой концовке победу Норвегии принес вышедший на замену Фригора. По ходу матча уже как бы адаптировались. Я считаю, сыграли очень достойно, пропустив только на последних минутах. И были у нас шансы для того, чтобы и забить гол. Поэтому вот эта игра первая, она у меня отложилась очень хорошо в памяти. Там полузащитник небольшого роста, не помню его фамилию. Мы после игры выходим, а он стоит за автобусом курить сигаретку. Хотя нас гоняли, а мы тренерами. Вот видите, не только мы это делаем. Такие жизненные вещи. Первый домашний матч был запланирован через месяц в Минске, куда пожаловала сборная Люксембурга. На тот момент соперник вполне посильный нашей команде. Не хватало ни техники, ни работы с мячом. Физически слабее были, выступали в скорости. То есть, естественно, я не буду принижать наши заслуги. Но мы их должны были переигрывать. Даже не обсуждалось. Очень важно было именно выиграть. Даже, может быть, в ущерб какой-то красивой игре. Хотя к этому стремиться, конечно, надо. Но смысл был в том, что это действительно хочется всегда войти в историю, чтобы одержать первую победу. Поэтому цель была одна. Несмотря на наличие практически всех сильнейших, нестандартную формацию 3-6-1 с ромбом в центре поля и преимущество белорусов в первом тайме у нашей команды мало что получалось. Мы не ожидали такого сопротивления, если честно. Мы видели игры их предыдущие. И как бы думали, что нам будет немножко полегче. Однако после перерыва дела удалось поправить. На 67-й минуте Мирослав Ромащенко открыл счет в матче. А затем Сергей Герасимец удвоил перевес белорусов. Это мой первый мяч был в отборочных играх. И мы были очень рады этой победе. Очень. Для меня вообще игры за сборную, они особняком стоят. Я горжусь этим, что играл за сборную Беларуси. Не совсем такая получилась, как хотелось быть в зрелищном плане. Но был добыт результат, потому что он нужен был психологически. Для уверенности в дальнейшем. В итоге эта победа 2-0 стала первой официальной викторией сборной Беларуси. А в следующем году нашу команду ждал самый яркий и статусный матч 90-е. Первые официальные матчи сборной Беларуси, а также противостояние Минского, Динамо и Римского Латсу пропускают один из самых талантливых футболистов в истории нашего футбола. Валентин Белькевич. 1 сентября УЕФА дисквалифицирует полузащитника на один год запретом выступать в матчах под эгидой этой организации. Штраф Динамо 50 тысяч швейцарских франков. Причина. В организме Белькевича найдены следы допинга. Допинговый скандал грянул в августе после матча Динамо в Кубке УЕФА с мальтийским хибернианцем. Допинг-тест Валентина Белькевича показал наличие в организме анаболического стероида нандролона или ретаболила. Это дефицитный и драгущий препарат с широким спектром применения. При этом он лидер не только по эффекту, но и по продолжительности обнаружения. Ранее с ним было связано несколько громких скандалов тяжелой атлетики. В шоке вся спортивная общественность страны. В шоке и сам Белькевич. Он решительно отвергает все обвинения в сознательном употреблении допинга, при этом отметает и причастность к этому клубу либо медперсоналу. Вал не мог такого сделать. Это человек, который за каждую таблетку будет смотреть, каждую таблетку будет проверять. Там покойный Максимович, я не знаю, но он тоже хороший доктор, порядочный. Но я не знаю, как это все произошло. Может быть, там что-то начудили. Все удивились. Тогда это все было новое такое, понимаете. Никто до сих пор не знает, что там было. И он всем говорил, слушай, я ничего такого не делал. И понятно, что мы все могли там пиво выпить после игры. В межсезонье полузащитник испытывал проблемы с надкосницей. И ее лечение могло повлечь за собой попадание в организм этого сильного препарата. Доктор, который работал в «Динамо» в данный период времени, ушел из жизни незадолго до инцидента. И подтверждение, либо опровержение получить так и не удалось. Вердикт неизменен. Входящий в «Прайм» Валентин Белькевич на год без международных матчей, оставляя за собой возможность выступать во внутренних турнирах. Мы всей командой его поддерживали. И, конечно, я еще раз говорю, я расстроился, потому что кто мне передачи будет давать. Ну, это какая-то несуразица была. Какие-то выпил там таблетки. Да, да, нет, нет. Сам не сам, это уже обсуждать не будем. Но как ушел, так и вернулся. Ушел на коне и вернулся на коне. В 1995-м он снова выигрывает в «Динамо» чемпионат и становится лучшим футболистом Беларуси. Он был скромный человек. Порядочный. Он выделялся в порядочности, скромности. Он никогда не выделялся ни перед кем. Не козырял, что у него что-то есть. Он доказывал своим делом. Он показывал. Я не буду говорить, я просто сделаю еще. Он говорит, слова это ничего. Говорит, надо доказать. Он доказал, и все. Легко. Несмотря на эту неприятную историю, Валентин Белькевич всегда был любимцем публики. Уникальным футболистом, который мог дарить настоящий праздник в каждом матче. Мы пересеклись по юношам, как только я за трудовые еще резервы играл, а они играли, по-моему, за «Динамо», да, они играют. И мы с ними играем, а он, его даже кличка была «Дохлый». Он был вообще худенький такой, но его работа с мячом – это уникальная вещь. Вот он как привязанный, вроде как, вот он рядом, а забрать не могут. Вот то, что вместе сейчас мы хвалим. У него это все было. И он мог отдавать передачи, глядя сюда, он мог отдавать в любую точку. У него мяч, я иду в отбор, он мне пробрасывает между ног. Я поворачиваюсь, а он мне второй раз между ног. И начинает смеяться. Я его запомнил, я был злой, я хотел его замочить. А потом мы пересеклись с ним в «Динамо». Умной, тонкой и незабываемой игрой он золотыми буквами вписывал свое имя в историю белорусского футбола и навеки остался в памяти, как абсолютная величина, к которой необходимо стремиться новым поколениям. Безусловно, с таким мастером просто было и партнером. Он пришел на первый тренировок, я как сейчас помню, это на нижнем поле, на легкотлетическом поле в Сайках. Его привели, мальчика, вот, а у нас основная тренировка, и Малафиев, а ее привели показать. Вот, и игра была в квадрате. У него настолько было быстрое принятие решений и исполнения, что он уже удивлялся сразу на том уровне. А ему было, наверное, лет 16-17 только. Я понял, что это очень талантливый парень. И не удивился, что через полгода он уже появился в главной команде. Защитники, естественно, цепкие, плотные, освободиться очень сложно. И как только ты делаешь, это доля секунды, когда ты освобождаешься. И он делал своевременные передачи. Тонкие, точные, что тебе только завершать. Голова. Голова и техника передачи. У него голова, это, ну, я не приставлю. Это общество, говорю, умник. Он видел на три хода вперед. Он что, бильярд играл, что в буллинг играл, во все игры играл. Уже через несколько лет о выдающемся футболисте из Беларуси заговорит без преувеличения вся Европа. Многие из этих ребят славно пошумели на квалификации к Евробаскету год назад, когда обыграли литовца в составе национальной сборной. Теперь команда Александра Борисова показывает лихую игру на молодежном чемпионате Европы. Наш возраст посчитали перспективно, но он, в принципе, и был такой. Мы же чемпионами Советского Союза по своему возрасту становились. Союза и потом еще и СНГ уже после того, как Союз развалился. И действительно, мы вместе очень много турниров сыграли. Поэтому вот эта сыгранность была. У нас основная часть команды – это 19-летние пацаны. Старше были и Леша Альшевский, и Саша Родионов, 1972 года, Саша Лобожевич, 1973 года, Руслан, 1974 года. Все. Остальное – 1975 год. По факту, не автобус нас вез, а мы везли автобус, чтобы починить там. И было… Ну, вот как бы это смешно сейчас не звучало, но, по-моему, это было так, что нам нужно было просто в этом городе отремонтировать автобус. И нас так, ну, по типу, все равно автобус поедет. Давайте команду отправим, пусть она уже едет. Там, несчастных, там, этих, шесть тысяч, там, долларов, евро. Что они потратят, ну, крайней мере, а с хоть машины сделают. Пинтикова, Лебанка, я более успешно от своей Су, игрался в признании просто в металл. Сало, колбаска, автобус, в котором сиденья не раскладывались, а развинчивались для того, чтобы их уложить горизонтально, и можно было вытянуться. Ну, как могли, выживали, ничего, было неплохо. Зная его эдакова, его характер, он поехал с трещиной в группе, поэтому до конца, еще во время игры, помню, его она беспокоила. Ну, на характере он вытащил и попал в символическую пятерку того турнея. И все просто, ну что, я пошел в какой-то там вечеринке, что-то мне там не понравился, мы люди горячие спортсмены, но благо после того я больше никого руками не бил. Скажем так. Ну, хороший урок был просто для, так как для пианиста, да, наверное, наши руки. Я крайне виноватый себя чувствовал в тот момент, капитан команды, и за 10 дней до чемпионата Европы прихожу в гипсок. Мы думали с доктором Шовейкой только одно, как нам сделать что-то, чтобы у меня эта кисть хоть немножечко там работала, то есть, чтобы я мог что-то ей сделать. Мы сделали такую лангету металлическую, там, ну, безусловно, выдумывали там, что-то придумывали. Но получилось то, что получилось, и когда в первой игре, я не помню сейчас количество очков, которые, ну, просто первой, второй пятиминутки я забил, с нами ездил Александр Иванович Бондарь, он подошел и сказал, Руслан, может, вторую руку сломай? Он говорит, так у тебя прет с рукой? Мы попали в группу, где домашняя команда играет, где полный зал приходит и болеет, и где в команде после этого два человека ушло в онбан. Шесть команд, из них три с тремя победами, три с двумя победами, вот так вот по табличке распределились. Как мы в этой закрутке вторыми стали, я, честно говоря, не представляю. Ну, проиграли тогда две игры, причем проиграли по делу, и Греции, и Израилю, обыграв попутно. Там, по-моему, только с французами, на удивление, с французами не было проблем. Ну, да, на конце не успел заключить успешно. Зато поэтому успел на другой стране кривонос. Сделали мы это за счет того, что команда реально была сплоченная. Я четко понимал свою цель. Зачем я приехал, да? Что я приехал делать? Если я, как нападающий, не буду забивать очки, тогда от кого их ждать? Я понимал, я, мой край, это мой законный край, который я, нападающий, который я занимал, это был мой. Это мой выстраданный, и не из-за того, что я там красивый, да, фактурный или что-то, из-за того, что я на этом краю был хозяином этого края. И от того, что я забил 40, а кто-то забил, может быть, 3 очка в этой игре, да, но он выполнил свою работу точно так же хорошо, как и я. Просто было бы смешно, да, если бы Идаков нападающий забил бы 3 очка. Тогда вопрос. Это Руслан, что там делать? Надо было идти от игры к игре. Мы шли. Вот первое Словенин. Сыграем. Выиграли. В общем, тогда выиграли. Сашка Родионов тогда с разворота от счета 3 очка положил эти последние. Родионов за 3 и за 2. Невероятно. 2 секунды пред конца Родионов задел за 3 точки. Нам повезло в нескольких пятиминутках обыграть и одну команду серьезную, и вторую, и в конце Радик, когда забил от середины практически, то есть такие вещи, которые... ну, та команда реально заслужила. Первую половину мы ушли в раздевалку при минус 20, где в реальности никто даже и предполагать не мог, что испанцы просто вот выйдут и не смогут преодолеть это выигры. Паники-то в лицах не было. Я смотрю, я смотрю на свои лица. Я помню то состояние. Так, на счет посмотришь, 20-ка. Ну и что? Что тут такого-то? В перерыве, раздевалки рядом, у испанцев гудеж, шум-гам стоит, причем радостный такой, и тайс говорит, ребята, послушайте, что там творится. Они уже выиграли, но мы еще не проиграли. Пошли играть. С Италией забивали и те, и другие. То есть тут с Италией был момент, что нападение именно переигрывало защиту, и у них, и у нас. Хороший психолог очень. То есть кроме именно профессиональных тренерских качеств, умения именно руководить командой, он очень неплохой психолог. У нас в следующий день утром, завтрак, нас всех в автобус, и мы на автобусе на своем маленьком почапали домой, как нам потом объяснял тот же Михаил Алексеевич, считая, что вас Европа расхватать не успела сразу. А то, говорит, могли кого-то и не досчитаться. Мы были не разбалованы, мы, если честно, не понимали, что мы там что-то сотворили. Мы радовались, мы собрали своих друзей, отметили. Я вот сейчас слушаю своего первого тренера, как он был тут рад. И его вызывали, и поздравляли. То есть, наверное, это был большой такой случай, который для спорта очень важен. Все, что мы делали тогда в 90-х, мы просто выполняли свою работу. Мы играем. Мы не думали о том, какие будут гонорары. Мы не думали о том, кто нас будет там ругать или хвалить. Мальчики, вы не представляете, что вы сделали. Сейчас вы этого не понимаете. Вы поймете это потом. Если вы не поймете, за вас люди поймут и вам расскажут. Я много встречался после того, уже играя за границей, со многими специалистами, тренерами, которые наблюдали. Ну, конечно, мы всегда наблюдаем за подобными вещами. Они говорили, это феноменально, просто феноменально, что вы творили, что вы там... А мы ничего не творили. Вот проблема-то, может быть, заключается в том, что это не творение было. Это было... Это просто была игра. Таким ярким выдался 1994 год. Далее отправимся в 1995 и узнаем, как это было. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok